Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Владимирович Каратаев. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Давайте поговорим о ремонте подъездов. Продолжается эта программа. Как она будет построена в этом году? Эта программа у нас идет по всей Московской области. Под эгидой губернатора ведется ремонт подъездов в многоквартирных домах. В прошлом году эта программа немного снизила темпы. Это было связано с ограничениями, которые были введены по пандемии. Соответственно, сейчас мы возобновляем эту работу и опять будем вести массово ремонт подъездов. На этот год у нас запланировано 391 подъезд в ремонт. Все-таки это косметический или капитальный ремонт? Это ремонт, имеющий смешанные характеристики. То есть он и текущего характера, и капитального характера. С 2021 года план по ремонту подъезда формируется по новым правилам. В чем основное отличие? Основное отличие в том, что первоначально план составляет государственная жилищная инспекция. Инспекторы объезжают дома, смотрят состояние подъездов и создают чек-листы по каждому подъезду, в котором отмечают, какие дефекты в каком подъезде есть. После этого данный план передается в администрацию, и уже администрация совместно с жителями и совместно с управляющей компанией делает обход подъездов и обсуждает те или иные работы, которые необходимо будет провести и включить в план. После этого план утверждается главой округа и передается в правительство для включения в программу уже всего московского региона. Какие основные работы должны выполнить подрядчики? Основные работы у нас это замена оконных блоков, ремонт и покраска стен, ремонт напольного покрытия, замена почтовых ящиков, ремонт входной группы, замена тамбурных дверей, установка энергоэффективных светильников. Соответственно, у нас подъезд после этого приобретает хороший качественный вид и становится энергоэффективным как с точки зрения теплопатерь, так и с точки зрения использования электричества на освещение. Но программа губернатора по ремонту подъездов уже идет не первый год и эффект жителей тех домов, в которых ремонты уже проведены, они видят и действительно выражают положительное мнение. Да, конечно. Подъезд это то место, куда житель попадает как минимум дважды в день, утром выходя из квартиры, вечером возвращаясь к себе домой. И, соответственно, каждый раз, проходя по свежеотремонтированному подъезду, у него положительные эмоции возникают. Жители очень сильно поддержали эту программу. Мы проводили в том числе мероприятия по художественной росписи подъездов. То есть у нас есть несколько подъездов, которые были расписаны местными художниками, которые проживают в этих же подъездах, либо в соседних. Они согласились на выполнение этой работы. Мы им предоставили со своей стороны материалы. И они плюс договорились с жителями о тех сюжетах, которые будут исполнены на стенах. Ну плюс я знаю, что и мы это снимали, рассказывали об этом, что неоднократные сами жители выступали с инициативой расписать и расписывали своими руками. И более того, в плане мотивации был учрежден конкурс. То есть еще на лучший подъезд. Да, у нас один из наших подъездов на территории Одинцовского округа, он выиграл третье место в номинации «Средние подъезды». Михаил Владимирович, кто будет принимать работы? Кто в комиссии? Приемка работ на сегодняшний день у нас организована максимально широко с точки зрения представительства. В первую очередь, это, конечно, жильцы. То есть жильцы, когда выбирают виды работ, которые будут проводиться на подъезде, они должны провести собрание, утвердить такие-то, такие-то виды работ. И уже по этим видам работ дальше будет проводиться осмечивание. Это вот новая история, когда подрядчик либо управляющий организации должны будут подготовить сметы на проведение работ. И эти сметы должны пройти государственную экспертизу. Для того, чтобы получить субсидию, нужно будет представить сметы, прошедшие государственную экспертизу. А также нужно будет заключить договор на технический надзор с государственным бюджетным учреждением, которое будет осуществлять надзор за проведением работы. Михаил Владимирович, есть ли гарантия на такой ремонт? И можно ли как-то повлиять на подрядчиков, которые провели работы некачественно, жители это увидели, либо управляющие компании сигнализируют об этом? У жителей есть управляющая компания. И эта управляющая компания отвечает за состояние общедомового имущества. Соответственно, она выступает гарантом качества того, как проведены ремонтные работы. И она выступает заказчиком этих ремонтных работ. То есть она заключает контракт с подрядчиком, который выходит на проведение ремонтов. И, соответственно, далее все гарантийные обязательства подрядчик несет перед управляющей компанией. Следовательно, если жилец увидел какие-то дефекты, которые считает гарантийными, либо это просто возникли в ходе текущей эксплуатации, ни для кого не секрет, что подъезд – это такое место, которое подвержено износу. То есть там могут быть сколы появляться, кто-то может там вандальные действия совершить. Соответственно, он обращается в управляющую компанию. Управляющая компания в режиме текущего ремонта выполняет эти ремонтные работы. Михаил Владимирович, могут ли жители участвовать в ремонте посредством выбирать цвет стен, перила, разрабатывать дизайн подъезда? Это даже не с точки зрения «могут». Это очень нужно, чтобы они участвовали. Потому что когда человек сам принимает такие решения, он и к результату этой работы относится как к своей. А нам нужно, чтобы человек был вовлечен, чтобы житель любил свой подъезд и, соответственно, да, жители имеют право выбрать цвет стен, выбрать цвет перил, определиться с входными дверями, какие они им больше нравятся. Потому что кому-то нравится, чтобы эти двери были металлизированной окраской, кому-то не нравится. То есть здесь все это вполне возможно согласовать. Но хотелось бы отдельно отметить, что это нужно согласовать до начала проведения работы. Очень часто мы в ходе реализации программы сталкивались с тем, что жители в начале не высказывали никакого своего мнения. А когда строители вышли на площадку, да? А когда строители ушли с площадки, вдруг жители говорили, а мы не хотели вот этого, а хотели вот то. Вот здесь как раз надо понимать, что если мы запускаем на работу строителей, то они уже приходят со сметами, то, о чем я говорил. Эти сметы уже прошли госэкспертизу. И что-либо изменять можно только в рамках текущих цен и в том числе текущих объемов работы. То есть там поменять цвет краски можно, пока она не закуплена. Но если она закуплена, ее уже не поменяешь. Она вот уже лежит, она закуплена именно для этого подъезда. Ну и так далее. Бывают такие истории, что по окнам. Кто-то хочет, чтобы окна были открывающиеся, кто-то хочет, чтобы они были глухие. Это тоже жители должны решить на своем собрании. Потому что открывающиеся окна – это обычно для людей, которые курят. А у нас по закону курение на лесничных клетках запрещено. Но в то же время я понимаю, что открывающиеся окна иногда нужны для того, чтобы проветрить подъезд. В то же время открывающиеся окна – это дополнительная запорная арматура, дополнительные риски, что какой-то ребенок может это открыть. То есть здесь тоже каждый подъезд должен сам решать, насколько у них хотелось бы быть. Хотят, чтобы они были все открывающиеся окна. Но будем делать все. Опять же, у нас в Одинцово очень разные типы остеклений, общедомовых холлов. То есть есть где-то в пятиэтажках сплошное. Но его выполнить заново практически нереально. И плюс это теплопотери дополнительные. То есть в подъезде из-за такого стеклянного фасада достаточно прохладно. Поэтому здесь мы предлагаем жителям пересмотреть этот фасад и сделать меньшую площадь остекления. Тем более, что сейчас при существующих энергоэффективных светильниках освещать подъезды несложно. А вот отапливать их – это всегда дополнительные затраты. Плюс эти стекла, они же бьются, пачкаются. То есть не тот эстетический вид. То есть здесь тоже жители должны будут обсудить это между собой и принять решение, какой бы тип остекления они хотели бы увидеть у себя после ремонта. Но это все, конечно, в рамках затрат на ремонт подъезда. Ну, светильники мы сейчас в большинстве случаев применяем светодиодные. Отказались от системы управления светом, потому что, к сожалению, они показали то, что кому-то из жителей нравится, что у них свет в подъезде тухнет и зажигается только при появлении. Кому-то не нравится. Плюс это дополнительные затраты по обслуживанию. Ну и сами они в закупке стоят дороже, чем обычный светильник. При этом электричество экономится не в разы больше, чем если бы этот светильник горел. Да, энергоэффективные светильники сейчас потребляют очень небольшое количество энергии. И их доля в потреблении дома стала совсем небольшой. Михаил Владимирович, вот все-таки по практике ремонт подъезда продолжается уже не первый год. Насколько активно жители включаются в эту работу? Насколько они тесно сотрудничают с управляющей компанией? Насколько они активно общаются между собой? На самом деле... Есть сдвиг? Все зависит от дома к дому, но общая тенденция это то, что жители начали воспринимать свой подъезд как часть своей квартиры. То есть вот житель, ну, наконец-то, я считаю... Это победа. Да, это очень хорошо. Он наконец-то вышел из-за своей двери к себе в подъезд и понял, что здесь есть еще соседи, что это место, где он тоже бывает каждый день. Где-то тоже его общедомовая собственность. То есть это общедомовое имущество является также общедомовой собственностью. То есть он на это все имущество имеет право. Да, оно не выделено в натуре. То есть нельзя сказать, что вот этот пролет лестницы принадлежит кому-то. Оно общее. Оно так и называется. Но это именно общее по признаку, что квартиры все кому-то принадлежат, а у них есть что-то общее, чем пользуются все. И это, на самом деле, я считаю, одна из важнейших вехов в программе. Это донести до всех жильцов, что у них есть не только квартиры, но и общедомовое имущество, в котором они бывают тоже каждый день. А что насчет борьбы с вандалами? Уже частично коснулись этой темы. Очень жалко, когда ремонт проведен и по свежей краске дети, подростки, молодежь. Ну, к сожалению, это есть. Оставляют свои следы. Да, к сожалению, вандализм, он везде присутствует. Но, опять же, психология отвечает на вопрос, что с этим делать. Когда весь подъезд отремонтирован, в нем и вандальные действия совершаются реже. А будут ли установлены камеры, чтобы пресечь? По камерам мы устанавливаем камеры безопасного региона. Это на входе в подъезд, на входной двери они ставятся. Они независимо от домофона, от дополнительного объекта. А внутри подъезда жители уже могут за свой счет поставить камеры. Это не входит в программу. То есть жители могут, пожалуйста, во время проведения либо обсуждения обсудить, что нужно поставить камеры там, там и там. Управляющая компания посчитает им смету. И эти деньги будут отдельно жителям вложены в платежку. Я бы хотел это подчеркнуть, что если жители хотят что-то сделать сверх программы, то это уже отдельные затраты, которые не входят в программу, не будут компенсироваться правительством. И, соответственно, это будет компенсироваться либо жителям, либо управляющая компания за счет собственной прибыли может это сделать. Ну, там достаточно большие суммы получаются на видеонаблюдение, если считать его там на каждый этаж. Но, повторюсь, это всегда, пожалуйста, если жители хотят, они в любой момент, независимо от наличия программы, могут обратиться в управляющую компанию, чтобы им это просчитали и осметили, сколько это будет стоить. Дальше просто на решение жильцов принять решение, что да, мы хотим, чтобы у нас это было. И сейчас технологии позволяют сделать любую систему и достаточно быстро, и не за большие деньги. Михаил Владимирович, сильно ли повлияла пандемия коронавируса на проведение ремонтных работ? И пришлось ли уменьшить количество подъездов? Да, у нас в прошлом году очень сильно сократилась эта программа. Мы в прошлом году отремонтировали полностью 30 подъездов, частично 480 подъездов. Ну, частично это отдельные элементы были отремонтированы. Потому что первое, конечно, это ограничение пандемии, запрет на контакт. Ну, то есть строители, которые работают в подъезде, они будут контактировать со всеми жильцами. Поэтому здесь очень сильное ограничение повлияло на эту работу. Но в этом году мы постараемся возобновить работы и выполнить их все в теплый период. Когда должны закончиться ремонтные работы в подъездах? По программе они заканчиваются 31 декабря. Но, повторюсь, мы постараемся сделать все в теплый период. То есть закончить все мокрые работы до октября. Ну, а остальные там электрику, ну, что-то такое декоративное. Будем заканчивать уже там октябрь, ноябрь, декабрь. Но большинство подъездов, я думаю, уже преобразятся этим летом. Через сколько времени строители уже выйдут на первые площадки? У нас уже сейчас ведется работа по обсуждению с жителями того, что нужно сделать. Дальше будет проводиться осмечивание этих пожеланий. Параллельно будут проводиться собрания, потому что тоже надо оформить должным образом, чтобы жители проголосовали. Кстати, сейчас есть очень хороший сервис, называется «Электронное голосование». Через госуслуги можно зайти на ИАС ЖКХ и проголосовать, не выходя из дома, не заполняя никакие бюллетени. Просто на основании того, что вы собственник, мы можете участвовать в «Электронном голосовании». И это «Электронное голосование» мы сейчас как раз будем проводить в той числе в части подъездов. Где можно посмотреть список подъездов, которые в этом году вошли в программу? На сайте администрации в первую очередь. И дальше уже действовать так, как вы рассказали, тот регламент работы? То есть жители в первую очередь должны собраться сами, обсудить между собой в чате. Сейчас же у большинства домов есть чаты. Соответственно, в чате обсудить, что бы они хотели сделать. Дальше управляющей компанией направить это все, либо в виде обращения, в любой удобной форме. И после этого управляющая компания должна в обратку дать обратную связь о том, да, это можно выполнить, нет, это нельзя выполнить. Или чтобы вот это выполнить, нужно сделать тут, а тут и тут. Урегулировав перечень работ, жители выходят на ОСС, проголосовали. Дальше все уже по откатной схеме. Но самое главное, чтобы здесь жители не отсиживались все-таки стороне, не отмалчивались, чтобы потом не было каких-то неприятных моментов, а активно включились в эту работу и вместе с управляющей компанией принимали те или иные решения. Да, и на самом деле способ, которым жители могут объединяться, он есть, это совет дома. Совет дома выбирается жителями, они полностью могут его выбрать тот, который им нужен. Председатель совета дома будет подписывать как раз вот эти документы от лица жителей, потому что подписать у каждого это нереально, поэтому будет один подписант, который будет подписывать документы о проведении ремонта. Спасибо, Михаил Владимирович, за интересную беседу. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания.